На прилавках чего только нет. От ассортимента молочки, местных изделий, а также другой продукции нижегородских аграриев разбегаются глаза. У прилавках толпятся покупатели. Предновогодняя сельхозярмарка открылась в Нижнем Новгороде. Более 120 предприятий и фермерских хозяйств региона представили свои товары. Такие масштабные площадки позволяют нижегородцам купить к новогоднему столу практически все, что душе угодно, а главное местного производства. Цена приемлемая, но главное качество продукции. Мы представляем натуральные молочные продукции. Наши продукции выигрывают на 72 часа срок реализации. Масло натуральное из одних сливок. Это сбойчное масло. Это как раньше было дедовское масло в деревне. Вот это сейчас такое масло. Творк натуральный из одного цельного молока. Молоко. Вообще вся продукция натуральная. Наша продукция из чистого мяса. Все натуральное, без сои, голубцы, манты, беточки, пельмени, чебуреки. И все мясное, коречка, шпик, чесночка. Все натурально ей идет. Именно это и ценят покупатели. Как признается потребитель, брать продукцию, которую производят в собственной области. Это не только поддержка своих аграриев, но и уверенность. Все будет вкусно и полезно. Мы же сами нижегородцы должны поддерживать наше производство. Сельское хозяйство созревается. Мне вот отрадно, что я покупаю все нижегородцы. С помощью областной поддержки сельхозпроизводителям удается не только держаться на плаву, но и модернизировать свое производство. Работает вообще легче, слава. То есть и производители как-то кого-то знают, и естественно, в плане техники, оборудование другое. Как-то все меняется. Лучше стол. Подобные сельхозярмарки – это не только удачная точка сбыта, но и возможность лишний раз заявить о себе. Если мы больше покупать будем нашей продукции, то у нас больше будет финансового ресурса, у предприятия будет прибыль, заработная плата будет повышаться у их работников, потому что больше объема работы. И тогда мы эти деньги можем опять револьверно отдавать сельхозпроизводителям, чтобы они покупали новое оборудование, покупали новые элитные семена, племенной скот. И тогда у нас в продукции все будет лучше, лучше и будет больше, больше. Уже в 2016 году по распоряжению главы региона поддержку фермеров увеличат вдвое. Еще больше аграрий получат и федеральных денег. Заработают также и дополнительные областные программы, которые позволят еще активнее развиваться нижегородским хозяйством. Основное внимание уделяем развитию молочного направления. Мы увеличили суммы на переработку и в частности на сохранение и качество. Что это означает? Ну, например, зерно-сушильные комплексы. Мы увеличили сумму, у нас не было ничего. Это новая программа. Приставки для кукурузы. Это тоже новая программа. С этого года новая программа вступает в работу. Это внедрение роботов в Нижегородской области на фермы. Традиционно в регионе будут разворачиваться и сельхозярмарки. Причем их должно стать больше. Об этом главу региона уже просят нижегородцы. У нас там ни одной ярмарки нет. Московский, Московский, Сорумский, Московский. Слушайте, видимо, всех просят. А городской руководство говорит, не надо. Мы вот по самой администрации живем в Московском районе. Они вон все толкаются, говорят, дайте мне в Соруму площадку. Да никому там не надо, говорит, ваш сельхозярмарки. Ну, конечно, не надо. Мы каждые пятницу ходим, ничего там нет. Что же касается предновогодней сельхозярмарки, то она будет работать до 29 декабря. Так что у всех желающих еще есть возможность купить на праздничный стол натуральную продукцию напрямую от производителя.